Мандалой. Ну что ж, давайте несколько слов. Ригведа, это первая книга, которая была написана в 1700-1100 году до нашей эры, является одним из величайших индоарийских текстов и одним из древнейших религиозных текстов в мире. Это самая старая известная из четырех вет, она состоит из мантры гимнов и поэтических текстов, посвященных богам, космосу, природе и ритуалам. Итак, я хочу вам сегодня дать 10 известных высказываний и мантр, которые есть в Ригведах. Итак, первая мантра, она звучит так, я сразу буду давать ее перевод и буду объяснять, что она обозначает. Звучит так, огни марутах амам, огни марутах амам. Огни это огонь, а марутам это ветер. Итак, огни марутах амам или огни марутам амах, амам. Что это обозначает? Смотрите, звучит это буквально так или переводится условно, буквально так, поддержите меня огонь и ветер. Огонь в эзотерике или огонь вот в этой книге, он имеет мистическое значение. Мистическое значение огня. Вот смотрите, жизнь человека это жизнь человеческого огня. Когда человек живет, он фактически живет или вырабатывает огонь. Почему? Прикоснитесь к любому рожденному ребенку. Он какой? Теплый. А потом прикоснитесь к умершему человеку. Он какой? Холодный. Тогда что находится в человеке? В нем находится мистическое пламя. То есть по-другому называется мистическим огнем. Этот мистический огонь в этих книгах называется по-другому огни. Теперь вы знаете, что такое огни. Огни это мистический огонь. Это жизнь человека. Поэтому они поклоняются вот этому мистическому огню. Чему они поклоняются? Своей жизни. А ветер что это такое? А ветер это событие жизни. Тогда когда говорят поддержите меня огонь и ветер. Что обозначает это? Человек буквально просит. Хочу жить дольше. Хочу, чтобы огонь у меня существовал. Не хочу умирать. Именно такую мантру огни марутах амам. Хорошо читать людям, которые болеют. Которые страдают от того, что они стареют. Это мантра молодости. Это мантра, которая дает силы чувствовать свою жизнь. Силу ощущать свою жизнь. Силу не болеть. Интересно вам это?